Музыка 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 Привет всем С вами Наил Порошин Иван Селиванов Всем привет Мужики, дорогие мои Я этот ролик Вы сейчас Будете смотреть фильм Который прислал мне мой коллега Из Ростова на Дону Толопченко Юрий Вы как-то его раз видели Он хороший парень Я у него очень много посмотрел фильмов Мне очень нравится Он такой интересный своеобразный Пытливый очень человек Мастер как бы радующий Он инжекторами занимается Вот И ролик этот Скорее всего относится К людям узкого круга Специалистов То есть Тем кто хочет Побольше Поглубже узнать Как работает Системы карбюратора Как работает Как течет по ним Топливо Как течет Воздух Это очень интересная тема И она Большая полейника есть Ну опять же Узкого круга людей Поэтому Она даже толком не разгрована Да Там вечный поезд И вот у нас значит Много версий У нас По системе холостого хода Баррикады Разделились следующим образом Есть некоторые люди Значит Которые утверждают что Холостой ход На всех карбюраторах Там Он Только при открытии дроссера Он сразу исчезает Это вот Есть такой Сникополя Товарищ Очень известный Март Берк Он же Бражник Александр Вот он утверждает такую версию Ну Утверждает Утверждает Кто против Потом есть такой Светлов Сергей Который Противоположную совершенно Версию Предлагает Что Холостой ход Преодолжает Работать На всем протяжении Работы При любом открытии Дрочной заслонки Ну Тоже Пусть ради Бога Эта версия Имеет Свою жизнь А вот Юрий Я с ним согласен Значит он показал В этом ролике Что Холостой ход Истязает Осушается канал И вообще меняет Своё направление А потом вообще Истязает И Совершенно по другим Каналам происходит Отток воздуха В данном случае В карбюраторе На Соликсе Значит В ГДС проходит А Вернее на Озоне А на Соликсе По другим Каналам Поэтому Ребят Кто хочет Посмотреть Поучительный Ролик Пожалуйста Всем приятного Просмотра До новых встреч До новых роликов Здравствуйте YouTube Сегодня речь пойдет о системе холостого хода Карбюраторов Но Будет В частности Показана Работа системы холостого хода На карбюраторе Озон 2107 На YouTube И в интернете Очень много споров идет Как работает система холостого хода Как Куда Что движется При Каком положении Друсельного Узла Поступает Бензин Или поступает Воздух То есть споры идут Теоретически Это все понятно Теоретически Но на практике никто не видел Как это Происходит Поэтому Я так думаю Что и Люди Недопонимают Кое-что И споры идут На эту тему Ой Я вот к этому опыту Долго шел 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 Честно говоря Сейчас еще не знаю Что будет Ну я думаю Что-то должно получиться Пришлось Немного потрудиться То есть В теории Теоретически Работа Система холостого хода Такова Что Ну и естественно Переходной системы Что Ну естественно Понимаете Что работает Она на закрытом Друселе Холостой ход Чуть приоткрывается Вступает в работу Переходная система Вот А С 25 Процентов С 30 Теоретически В систему Холостого хода Заходит Воздух То есть То бензин По системе Холостого хода Начинает тянуться В сторону ГДС И Этот воздух Выходит Прям В районе Жиклюра Топливного Главного топливного Жиклюра Первой камеры То есть Уже Бензин Направление Меняет И Заходит В ГДС Первой камеры И тем самым Компенсирует Эту ГДС Когда она Вступает в работу Воздухом То есть Этот воздух Запланирован И просчитан Получается Это теоретически Но практически Я за 25 лет Работать Карбюраторщиком Этого Ни разу не видел По одной Простой причине Потому что Это Ну это Это просто не видно Вот И что получается Надо было придумать Что-то Такое Чтобы это можно было увидеть Потому что Идет на ютюбе Недопонимание У людей Как она Это работает То есть Одни говорят Что Система холостого хода Работает всегда Все время Бензин там Полоскает С переходной Одни говорят Что Нифига 30% 25-30% Больше Открытия Дроссельной заслонки Система холостого хода Начинает Работать В обратную сторону Тем самым Добавляя Воздух Уже В ГДС Первой камеры Но Это все В теории А на практике Это увидеть Очень тяжело Значит Сейчас покажу Что я Наваял С карбюратором Ну а потом Попробую Сам опыт А потом Покажу вам Ну Выводы сделаю Наверное Какие-то Что получается Для этого опыта Я взял Я буду показывать И рассказывать Я взял Вот такой Карбюратор 2107 Верхняя крышка Нам не нужна Честно говоря Для этого опыта Что я сделал Вот канал Холостого хода Холостого хода Бензиновый Он у нас Проходит Вот здесь Прямым ходом Вот здесь вот Проходит Прям Прям Вот здесь Вот в этом месте Выходит В районе жиклера Холостого хода Он ниже По уровню Бензина Ниже Вот Я сюда загнал Латунную трубку Ну Высверлил Заглушку Загнал Латунную трубку То есть В заводском Ну вот Как положено То есть Тут сверление Вот так сделано И вот оно Вот так То есть По вот этому каналу Бензин У нас поднимается К жиклеру Холостого хода Здесь же Поступает воздух Здесь эмульсируется Первое эмульсирование Происходит С воздухом Ну естественно Там дальше Пошел вниз По системе По каналам Вот Так вот Я вот эту трубку Загнал сюда Загерметизировал ее Чтобы из этого канала Этот канал Внизу Загерметизировал Чтобы здесь Бензин Не проходил Сюда То есть Я Не вот так Сделал движение бензина А сделал вот так Движение бензина Из канала Вот Естественно Бензин не будет участвовать Будет участвовать вода Вы сами представляете Что очень Что произойдет Я начну бензином пользоваться Вот Значит Я его установлю Здесь вот на край стола Закреплю И Снизу Буду Мягко выражаясь Сосать Пылесосом Здесь Я сделал Ну Как бы Вот такое Прокладочку Там поставил Подпер ее Чтоб она не двигалась Ну И Ну Сами Понимаете Что Пришлось Отрихтовать Эту часть Конкретно Выровнять Чтобы Здесь Все было упаковано Не было нигде Подсоса воздуха Сальники Новые Нигде Ничего Как говорится Комар Носа не подточит По системе холостого хода Никаких подсосов Воздуха нету Вот Что здесь у нас 112 Жиклер стоит Эмульсионная трубка И 150 Воздух Вот Вот этот канал управления Пусковой диафрагмой Я Загерметизировал Здесь Трубку Я Здесь Сниму Датчиком Разрежение Хочу посмотреть Какое разрежение Будет От пылесоса Почему Потому что пылесос это все таки не двигатель Ну Чтоб Хоть какой то анализ иметь Я применю Вот этот вот датчик Вот этот вот То есть На двигателе Он у меня показывает На холостом ходу 60 кп Вакуум Там написано Вакуум 60 кп Вот Посмотрим Сколько пылесос вытянет Ну Я так думаю Насос ускоритель Нам не нужен Ну Вторая камера тоже Я ее подвязал Чтоб она там Ну хотя она будет так стоять Что не откроется Она нам не нужна Нам нужно Определить работу Системы холостого хода И посмотреть Движение бензина На самом деле У нас Бензин Бензин Как идет В эту сторону На холостом ходу И на переходном режиме А при открытии дроссельной заслонки Что происходит дальше В теории он должен пойти обратно И пойти здесь в воздух В первую ГДС В теории И Такой вариант Я Ну как Принцип работы Карбюратора у всех Одинаковый Это получается Что на любом Практически Карбюраторе Если брать теорию То У нас По идее Должен пойти Воздух На любом Просто Конструктивно На Солекс Вот этот Вот эту схему Я Еще не сильно Заморачивался Не думал Ну кажется Выполнить Очень тяжковато Хотя Ну надо Усиленно Так Подумать Постараться Может быть Можно все таки Вот эту схему сделать Именно Будет ли возможность Подсоединиться Таким образом Чтобы увидеть Именно Направление Движения Именно Вот в этом канале Вот в этом А не После Эмульсирования Жиклером Холостого хода А именно Вот в этом То есть Там где Бензин У нас В этом Мы можем Посмотреть Но Чуть Чуть некорректно Получается Есть опыты На эту тему По Движению Как он работает Холостой ход Но Я считаю Что вот это Подсоединение Прям По бензиновому каналу В ГДС До эмульсирования Воздуха Будет Корректней Я так считаю Я не знаю Может быть я не прав Если что Поправите меня Я только буду рад Вот Я надеюсь Все Рассказал Показал То есть Карбюратор Вот такой Красавчик Получает Получился Вот Сейчас Я это все Тут поубираю Выключусь Приготовлю И естественно Проведу опыт А потом сделаю опыты Выключаемся Пока Итак Включаем пылесос Будет шумно Постараюсь Перекричать его Что буду делать Ну с боженькой Поехали Давай посмотрим Что будет сейчас Твориться Обратите внимание Какое разрежение Будет делать Пылесос На холостом ходу Как оно будет Меняться При Нажатии На Педаль газа Ну на изменение Положения Дроссельной заслонки Запускаем Конечно Это Не то Разрежение Что делает Двигатель Но Да Посмотрим Что Будет Твориться Вот Колосочий Пошел Трубку Я надеюсь Вам видно Разрежение Что там В районе 25 ТПА 25 Где-то Нет Три Блин Да В районе 25 ТПА Разрежение Вот Теперь начинаю Приоткрывать Сейчас Переходная Система Работает Дальше Открываю Половинка Открываем В В обратную сторону Открывает Заработал Косов Вот Переходная Работает Теперь Добавляю В В В В В В Высосало. Давай дольём воды. Угроблю пылесос. Переходная работа из сосёвка. Больше добавляю. Половинка. Наполовину открыл дрофель. Больше. Практически, когда дрофель где-то с половины 50% открытия дрофеля, он начинает обратно работать. Именно воздух начинает тянуть GDS. Сейчас выплючит. Угроблю пылесос. Ну что делать? Эксперименты требуют же. Да, прикольно, прикольно, прикольно. Прикольненько. Мне теперь пришлось немножко напрячься, чтобы это всё визуально увидеть. Давайте ещё раз повторим. Вот он уровень. Да, это вода. Это не бензин, конечно. Не спорю. Будем считать. Вот он уровень в поплавковой камере. Вот. Значит, что получается по датчику. Датчик у нас, конечно, на двигателе 60 КПА показывает. А здесь у нас порядка 25-30 КПА. То есть, если бы разрежение сильнее было, она бы и состала бы сильнее, конечно. Но на двигателе такой карбюратор же не поставишь. Вот. Но... Сама физика процесса, я думаю, что она видна. Ладно. Я датчик в сторонку пока уберу. Понятно, что пылесос больше 30 КПА не сосёт. На холостом у меня на одной машине показывало 60. Ну что. Давайте второй раз забубеним. Ещё раз бедный пылесос. Ну, вроде как присасывает хорошо. Даже держать порой не надо. Вот. Сейчас буду опять заслонка. Так. Вот это у нас 50% открытия. Это полностью. Вот 50. 50. Мне надо отметить для себя. Где 50? Где вот этот рычаг? Вот 50. Вот полностью. То есть. Значит, 50 у меня. Вот этот вот штуковина. Это у нас вот так вот. Вот. При 50. Ну, при 25% открытии, кажется, движения нет. Но опять же, это разрежение маленькое. Было бы выше. Я думаю, что показания... Вот это движение воды туда-сюда, оно бы менялось по-другому. Ну, поехали. Врубаем. Пылесос. Так. Смотрим. Смотрим на трубочку. Это у нас заслонка, дроссельная закрыта. Под ствол колоссов. Присосался. Да. И воздух даже вышел в трубочки. Вот. Теперь приоткрываем чуть-чуть. Это переходная система включилась в работу. Дин-дин поступает. 25% где-то открытия заслонки. 50. 50. А вот дольфик. Да. То есть на 50% он начинает движение в обратную сторону. И идет воздух. Упал. Всё. Холостой. Проскрываем. Остановиться. Остановиться. На 25% просто остановиться. Добавляем. Уровень упал в поплавковой камере. Я извиняюсь, что за всем надо следить. Вот, еще раз открываем. Воздух 50% в обратную сторону пошел, отпускает, топливо идет сюда. Здесь воздух на полном дрофиле, на 50% воздух, где-то на 50% открытия дрофиля, он останавливается практически. Опять уровень упал, надо вырубать пылесос. Насосал воды, наверное, в себя. Угроблю пылесос, жена за яйца подвесит, Йохан и Бабарь. Фух, как тяжело тащить бегемота из болота. Извините, труба, вырубаюсь. Ну что, для полноты, как говорится, и для счастья, третий раз проводим эксперимент. Ха-ха, опыты, опыты для ясности процесса. То есть, получается, вот в тех двух вариантах, при 25%, но опять же, это разрежение не коллектора, не двигателя. У двигателя больше разрежения. Конечно, я так думаю, что вот эти параметры, они должны поменяться в другую сторону. В смысле, должно раньше начинаться движение туда или обратно. То есть, при 25% открытии заслонки, у нас еще система холостого хода, она как бы так замирает в этом варианте, а в 50% начинает обратно двигаться, ну, естественно, уже не бензин, а воздух в ГДС. Вот что происходит. Ну, и на больших дросселях тоже воздух идет. То есть, получается, что? Получается, что она работает, действительно, как компенсирует воздухом ГДС. То есть, реально видно, что бензин уходит и сюда воздух идет. А этот канал у нас выходит как раз, вот, где он тут выходит? Вот здесь вот он. Ну, практически не над, а прямо вот в район, главное топливного жиклера. То есть, уровень у нас... Видите, я просто не успеваю воду доливать, так это еще вода. Бензин-то будет совсем по-другому, еще быстрее. Вот. Ну, вы представляете, если бы я тут бензин еще налил, была бы жопа полная. Честно говоря, и пылесосу, и мне тоже. Так что, но сама физика процесса, я так думаю, ясна. То есть, ну, если этому уже не верить, то я не представляю, кому что верить. Если вот этому еще не верить, то что на средних, на открытие дросселя на 50 процентов, воздух начинает уже поступать. Это вот у меня, с моим разрежением маленьким, не 60 КПА там, а 30-25, вот, это с моим разрежением маленьким, потому что если пылесос, это не тогда на тысяч за 100 купить пылесос, для опыта, а у меня пукалка обыкновенная, ну, 1300 ватт, ну, сосет и сосет. Вот, и что происходит, что у нас происходит, то есть, 25 процентов открываем у нас, на моем варианте, еще бензин поступает в холостой ход, потом в районе 30 процентов он как бы замирает, замирает, останавливается, потом дальше, на 50 процентов он начинает двигаться уже в обратную сторону, и, естественно, здесь уже не бензин, а идет воздух в ГДС. Ну, и, естественно, и больше 50 процентов на полное открытие это идет воздух. Вот, ну что, давайте третий вариант, я надеюсь, за три раза я пылесос не угроблю. Поехали. Ну, с будущего, еще раз смотрим, что творится на холостом ходу. Холостой, холостой ход, теперь приоткрываем. Так что, холостой ход, приоткрываем, это у нас переходная работает, бензин поступает. Вот это где-то 30 процентов открытие, 40 процентов. Видишь же, оно как замирает. Вот 50 процентов. В обратную сторону пошел. Ну, естественно, пошел воздух уже на больших дропилях. Отпускаем. Понятно. Я надеюсь. Е-мое. Вот. Фух. Так, еще раз констатирую факты. При моем разрежении всего лишь 25-30 кпа моим пылесосом волшебным. Что происходит? Не успеваю, правда, доливать, на больших дросселях быстро уходит из поплавковой камеры мой так называемый бензин. Ну, это вода. Что происходит на моем варианте? Ну, опять же, на двигателе реальные разрежение выше. И я так думаю, что на 25-30 процентах, еще раньше до 50, пойдет бензин в обратную сторону. В сторону второй камеры. Ой, фут. ГДС. Я, наверное, все-таки сейчас не так поступлю. Я, наверное, еще раз сделаю не с холостого хода, а сразу врублю максималку и посмотрю вот это вот место, чтобы было корректно. будет тут у нас воздух. А то я пока холостой ход, здесь уже уровень уходит. Сейчас все-таки еще раз сделаю боксом с этим колесосом. Дроссель сразу за бубенью на большие. В этом варианте трубка пустая вообще. стука воздухом идет. И он уже начинает наступать на 50, на 40 даже. Так, ну теперь я думаю, что споры по тому, как работает система холостого хода. Озона поуменьшится. Я надеюсь. Я надеюсь, я корректно показал этот опыт. Ну, если не брать в расчет, что пылесос не тянет. Но если бы он тянул еще сильнее, это бы гораздо все раньше происходило. Вот. Я рад, что у меня получилось. Я разными способами пробовал. И дым, и что только не пробовал, но не видно было. В этом варианте пришлось угробить. Ну, правда, он уже немного угробленный. Но пришлось, как вы понимаете, перевести в порядок нижнюю часть. В идеале сделать и холостой ход. И даже я заслонку там поменял на первой камере. Новую поставил, чтобы там лишний воздух не проходил. Чтобы это более-менее корректно было. Ну, а вы представляете, как я дрюкался, чтобы вот этот канал вот так вывести. То есть, оттуда загнал трубку. Ну, сейчас я... Ладно, я сейчас пока... Короче говоря, я пока сейчас выключусь. Еще поболтаю на эту тему. Так. Ну, продолжаем. Хочу сделать выводы, которые я для себя сделал. Выводы. Я думаю, что некоторым может оно будет полезно. Значит, что происходит? Значит, если брать из расчета то, что это все-таки не двигатель. Разрежение не такое сильное. То сам процесс, конечно, всасывания был бы чуть-чуть раньше начинался бы. И туда, и в эту сторону, и в эту. Так как все-таки 60 КПА этим датчиком и 25-30 КПА разница существенная. Вот. Но сама физика процесса происходит ясно как. Сейчас еще раз повторюсь, наверное, скажу. Какие выводы? Ну, при закрытой дроссельной заслонке, естественно, у нас движение бензина из канала бензинового, который у нас выходит в первый ГДС бензин, он у нас поступает по этому каналу. Вот так вот. Поступает в районе жиклера холостого хода, эмульсируется и пошел туда дальше. При открытии дроссельной заслонки, когда вступает переходная система, он тоже поступает смело. Опять же, если брать в расчет, что разрежение все-таки не 60 КПА, а 25-30, что происходит дальше? В районе 40-30, вот в этом районе, бензин замирает, вернее, 40-30% открытия дроссельной заслонки, бензин замирает на месте, он как бы стоит. Я так думаю, это происходит потому, что уравнивается разрежение под дросселем и в ГДС, здесь в диффузоре. Уравнивается на определенном угле. У разных карбюраторов под разными нагрузками это происходит по-разному. Но суть такова, что уравнивается она в определенный момент. И бензин, вот в этом канале, он просто замирает, останавливается в районе 30-40% открытия. Дальше, 50% открытия, бензин начинает из системы холостого хода идти по трубке обратно сюда. Естественно, засасывая воздух. То есть, бензин уже вышел, засасывается воздух в первую ГДС, прямым ходом в районе Жиклюра. И выше, допустим, 50% от 50% до 100% здесь уже идет чистый воздух в обратную сторону. И компенсирует работу ГДС первой камеры. Именно воздухом компенсирует. Я так думаю, что производители и проектировщики карбюраторов Подачу вот этого воздуха они просчитали и запланировали. В стихиометрическом варианте. Чтобы соблюдалась все-таки стихиометрия. Хоть некоторые думают, что она бедница эта смесь. Но, ребята, я, конечно, может быть, не такой супер-пупер специалист. Но подача этого воздуха запланирована заранее. Точно так же, как запланирована воздух подача и рассчитана по малому сапуну, по малому каналу картерных газов поступления. Что в СОЛЕКСе рассчитан, что в ОЗОНЕ. Но я так думаю, что физика процесса такова, что это на любом карбюраторе происходит. То есть, некоторые думают, что на одном так, а на другом так. Навряд ли. Потому что физику не обмануть. Честно говоря. Если разрежение здесь действительно выше, чем в системе холостого хода. Выше разрежение в диффузоре, чем в системе холостого хода. То система холостого хода начинает включать, грубо говоря, реверс. Но только уже не бензин, а воздух поступает в первый ГДС. И, естественно, компенсирует. Вот такие выводы. То есть, я не знаю. Может быть, у кого-то будут там какие-то другие выводы. Ради Бога. Я только буду рад послушать, пообщаться. Но мои выводы таковы. Что на любом карбюраторе система холостого хода включает реверс. Может быть, на одном раньше, на другом позже. Зависит от конструкции карбюратора. Но очень тяжело это было увидеть. Но мы сейчас с вами это все увидели. Я сам этого никогда в жизни не видел. Думать думал, а видеть не видел. И, а пока ж не увидишь, не докажешь же. Порой так. Ну, я сейчас поступил как Фомане верующие. Я взял и сделал опыт. И теперь я вижу прекрасно, что происходит. Теоретически было понятно, а практически непонятно. Ну, теперь и практически. Мне, по крайней мере, понятно, что происходит в карбюраторах при открытии дроссельной заслонки выше 25-30%. Это, конечно, я так думаю, все-таки опять повторюсь. Это зависит от нагрузки, от конструкции карбюратора. Но отличие от отличия будет незначительное. Вот. Хочу всех поблагодарить, кто смотрел. И заранее поблагодарить всех, кто напишет что-нибудь на эту тему. Свои выводы. Может быть, что-то я неправильно сделал. Может быть, я неправильные какие-то выводы сделал. То есть, не стесняйтесь, я только буду рад. Может, у меня не так мозги сработали. Но я был бы рад услышать от специалистов. Я понимаю, что простому народу оно нафиг не надо, куда что тянет. Ну, мне поинтересно от спецов услышать мнение их. Этот опыт проведен корректно или так? Халям-халям. Ну все, вырубаюсь. Хватит болтать. Спасибо за внимание. Жду вас, жду. Заходите. Поболтаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok